С точки зрения экономических условий, предыдущий год для Ленинского района был непростым. Однако результаты показали, доходы увеличились. Возможным это стало благодаря оптимизации работы администрации района. Речь идет о передаче полномочий городских и сельских поселений в муниципалитет, что повлекло за собой перераспределение доходной базы. Также основным пунктом прибыли стали налоговые поступления, в частности, налоги на доходы физических лиц и предпринимательскую деятельность. Но это не все составляющие бюджетной базы района. В бюджете 2015 года у нас впервые учтена дотация из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности. Дотация эта формируется из двух составляющих. Это сама дотация, она небольшая, всего 5,3 миллиона рублей. И дополнительный норматив отчисления от налога на доходы физических лиц в размере 2,7%. Составил он 127 миллионов по итогам 2015 года. Но общий объем дотации у нас превысил 6,5%. Расходы. Бюджет района сохранил социальную направленность. Денежные средства распределились в соответствии с 12 муниципальными программами. Основной и самой затратной стало образование. Это не только потому, что в данной сфере насчитывается самое большое количество учреждений, работников и воспитанников. Образование будущего поколения – самая приоритетная задача руководства района. Образование – это все. Это штамп, наверное, но это будущее страны. Это задел для развития экономики, для развития социальной сферы, всех составляющих нашей жизни. Если мы сейчас не будем вкладывать в образование, в достойные условия для обучения и воспитания детей, то мы, конечно, будем страной и государством без будущего. Важно отметить, что несмотря на нестабильную обстановку в стране, 2015 год стал для бюджета района куда лучше 2014-го. Во многом это связано с грамотной политикой местной власти. Юлия Погосян, Владимир Любежонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.